Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. И по многочисленным просьбе я знаю, что многие из вас уже ждут давно-давно вторую часть обзора моей бижутерии. Первая была несколько месяцев назад на моем канале, и я показывала простые браслеты, которые я вяжу на ювелирной проволоке. Это уже бижутерия посерьезнее, включает она в основном наборы, которые идут либо с браслетами и украшения на шею. Не знаю, как правильно это сказать по-русски, колье или как это сказать? Умная класса это по-английски, как колье, да, украшения на шею, либо это может быть украшения на шею и серьги. Но сейчас обо всем поподробнее. Это только лишь одна небольшая часть из моих 600 работ. И, конечно же, еще очень многое часть у меня уже и продано за много лет. Я действительно очень долго уже занимаюсь созданием бижутерии. Но в основном в своей бижутерии я использую не только бусины, но и сколы натуральных камней. Потому что, как вы многие уже могли заметить, я очень люблю камни. Поэтому я создаю не только цветы из бисера, но и из камней, из сколов камней и также бижутерии из камушков. Ну и начнем мы, наверное, вот, давайте с того, что ближе ко мне. А еще ты делаешь очень красивый диадемный, голубь, свадебный, всякий. Это я потом покажу. У меня очень много. Если вам будет интересно, пишите в комментариях, и я буду делать отдельно по частям, потому что все показать нереально. Даже если все сгрузить в кучу и показать вам по одной секунде, я все не успею сделать даже за час. Показать. Итак, я сейчас сниму. Упал браслет, ничего страшного. Вся моя бижутерия сплетена, либо связана крючком на ювелирной проволоке, либо на спицах. Вот в этом варианте все связано крючком. В основном все украшения на шее я вяжу крючком. Проволока ювелирная, она дорогая, она не темнеет, не окисляется на воздухе. Как серебро. Что нельзя сказать вот о цепочке. Но эта цепочка, она почистится. Я ее сейчас просто не трогаю, у меня все лежит в коробочке. Но когда придет время продажи, она очень легко, этот налет, потому что эта цепочка посеребрянная. Она темнеет, серебро темнеет. Она, да, серебро темнеет, но очень легко чистить. У меня есть специальные салфетки, они все это уберут, и она примет вот такой вот красивый вид, если оператор. Я вот вижу, да? Вот, вот так вот, видите? Значит, что входит, например, вот сюда. Сюда, конечно же, обязательно, я начну с натуральных камней, это агат. Естественно, агат здесь крашеный, потому что агат, в принципе, в природе зеленым как таковой не бывает. А где здесь агат, скажи? Агат везде. Вот агат, вот агат, вот агат, вот агат. Это все камушки агата, причем это не просто сколы, не галтовка, как в России называется, а это уже как pebbles, то есть такие вот округлые маленькие камушки, которые и по цене, и по качеству несколько выше, чем просто сколы камушков. Также сюда входят кристаллы. Кристаллы я закупала у производителей, и они заявляют, что кристаллы не содержат ни свинца, ни ртути, ни кадми, то есть всех вот этих вот вредных элементов с химической таблицей Менделеева, да? И также здесь есть и бледно-зеленые жемчужинки. Ну, естественно, жемчужинки стеклянные, естественно, жемчуг не натуральный, но кого это волнует. И темно тоже зеленые. Я очень люблю подбирать цвета. Вот такая вот цветовая гамма, вот зеленые, как вы видите. И теперь дальше. А, ну да, и, естественно, застежка очень удобная. Здесь она называется лабстер-клаус. Я не знаю, как она называется в России, если честно, как вот крабик такой. Хоп! И обратно одеваете. И удобно, конечно, регулировать. У кого-то шеи тоньше, у кого-то толще, да? Длину. Да, очень удобно регулировать длину изделия. То есть вы можете за последнее колечко зацепить, либо за одно из звеньев вот этой цепочки. Ну, и, конечно же, браслетик. Браслетик, конечно, здесь регулировать именно с данной застежкой невозможно, потому что это магнитная застежка, очень сильная. Хоп! Смотрите. Удобная очень. И поиграл же. Да, я и поигралась. Я вот сейчас на руку себе одену. Мне он немножечко большеватый, но у меня разные есть браслеты. Конечно же, при желании его можно немножко сжать, потому что это проволока. Ну, как вы видите, я даже здесь немножко и бисера добавила зелененького. Ну, так вот в тон захотелось. Даже без него. Да. Ну, как правило, здесь у меня бисера-то нет. И то же самое кристаллы. Я использую все те же самые материалы, все те же самые камушки, бусины, которые я использую непосредственно в украшениях на шею. Ну, а если это серьги, то то же самое будет присутствовать и в серьгах. Вот. Подальше так руку сделаю. Вот на фоне Неклса, допустим. Вот так. Если видно, да? Хорошо? Видно. Только если бы рука была опущена, она должна свисать. Да, она должна свисать. Здесь очень неудобно. Ну, и так понятно. Давайте я встану вот так вот. Вот может быть вот так. Да, вот так хорошо. Вот так вот. Ля-ля-ля-ля-ля. Семейка Адамс, помнишь? Ты и здесь должна что-то сказать. Я и здесь должна что-нибудь досказать. Да. Итак, далее давайте я вам покажу быстренько вот этот наборчик, который у нас уже идет с очень красивым камушком. Очень действительно достаточно дорогой, если его приобретать такой вот, знаете, не отшлифованный. Это родосфорид, очень красивый. Вот он, розовые-розовые сколы. Милкие-примилкие. И я вот здесь их специально использовала много-много-много. Но помимо здесь родосфорида, тут и стеклянные камушки, и жемчужинки, и кристаллы. И, конечно же, много всего. Но мне вот такую вот цветовую гамму я создала. Как вы видите, здесь и розовый, и красный такой вот розовый, ярко-розовый, и коричневый, и бежевый, и даже оранжевый. И, ну, естественно, родосфорид с его природным цветом. Он не крашеный здесь. Но и сюда я посчитала, что будет, подходит не серебряная, а именно золотистого цвета ювелирная проволока. Здесь у меня тоже кристаллы. Здесь цепочка другая, Tuggle Clasp это называется. То есть она вот так вот делается. Прозевается вертикально. Смотрите, вертикально. А потом горизонтально она делается, и уже никуда ничего не убежит. Ой, неудобно. Вот, и уже никуда ничего не упадет. То есть вот такая вот красота. Ну и к нему тоже браслет. Естественно, тоже на проволоке золотого цвета, тоже ювелирный, и уже с магнитной застежкой, сильный. Ух как! Да, вот именно такого золотого цвета. Сейчас я опять тоже вот так вот встану. Пожалуйста. Смотрится великолепно. Мне очень нравится. У американца, конечно, они в основном используют более такую еле-еле уловимую на теле бижутерию. Там если цепочка, то она там миллиметр, буквально звенья у нее длиной и шириной. Но такие изделия пользуются спросом, например, на свадьбу. Очень много у меня брали в Австралии, в страны Европы. Так, что еще? Давайте теперь дальше пойдем вот по эту сторону. Здесь у меня тоже, я вам предлагаю комплект, тоже на шее украшения и браслет. Здесь цепочка ювелирная, как вы видите, намного ярче. И это не золотистая цепочка, а именно лимонный цвет. Она так и была заявлена у производителя, именно цвет лимонный. Это все ювелирная проволока. На самом деле это дорогое удовольствие, я вам скажу. Здесь на браслете уже идет застежка не магнитная, а вот именно как на Некласе, вот такая застежка. Таггл класс. Опять мы ее берем, убираем. Давайте я вам покажу браслет. Тоже он связан крючком. То есть здесь у нас уже цветовая гамма достаточно яркая. Ну, конечно же, это же сколы агата. Агат, это же чудесный камень. Ну и как же здесь не обойтись без вот такого ярко-оранжевого тона, который прекрасно комбинируется с коричневым, с бежевым, да? Как вы считаете? Но вот я захотела придать яркости и плела именно, вязала именно на лимонно-желтой проволоке. Ну и... Почему тут все падает? Ну, положи вниз. Да. А, то же самое у нас идет с украшением на шее. Все те же элементы, тоже сколы красного агата. Кстати, он здесь не крашеный. А здесь уже застежка вот такая лаптер-класп. Опять не знают, как у вас называется, крабик. То есть очень удобная и позволяет регулировать длину. Видите? Все замечательно. Все красиво. Я вот, например, такую бижутерию просто обожаю. И в России я обожала ее носить. Здесь, к сожалению, несколько другая мода. Здесь каждый день носить не приходится. Дальше мы просто переходим к неклассу. У меня набор есть такой же наподобие, только в другом цвете. Там есть браслет. А здесь я решила просто не повторяться и сделать просто украшение на шею. Здесь уже, помимо того, что я использовала агат, бусины агата, они, естественно, уже здесь крашеные. Но, кстати, скажу вам, хочу заметить, что я очень давно работаю с камнями, изучая их метафизические свойства, магическое воздействие на аур человека. И могу сказать, что даже крашеные камни, они обладают теми же свойствами практически. И, конечно же, вот вы видите, это вот перламутр. Тоже крашеный перламутр, но шикарно смотрится. Он переливается. Действительно перламутр. А ты еще такое украшение делала с цветом морской волны? Да, я не хочу об этом говорить, потому что я хотела это показать в другом деле. А, по-моему, ты продала его. А, может, ты продала его, я не помню. Это, естественно, украшение я вязала на серебряной, на посеребряной ювелирной проволоке. И застежка опять такая же, вот Lobster Clasp, которая позволяет регулировать длину изделия. Очень удобно. Смотрится просто великолепно. Ну, на мой вкус. На мой вкус. Шикарно смотрится. Ну и осталось в данном случае у нас из обзора буквально два наименования. И я думаю, что уже будет достаточно для второй части. Нет, три. Ошибаюсь, три. Посмотрите. Значит, сначала... Я вот это последнее покажу, хорошо? Хорошо. Я хочу вам представить вот такой вот набор. Он уже включает вот такое вот воздушное украшение на шею. Воздушное украшение на шею, которое я уже сплела на коричневой ювелирной проволоке. Ну, конечно же, сюда я подобрала цепочку именно золотого цвета, потому что, мне кажется, она очень хорошо комбинируется. А здесь, как вы видите, кристаллы разных оттенков коричневого и золотого, и также сколы горного хрусталя, кварца. И посмотрите, какой чудесный браслет. Вот этот браслет я уже вязала на спицах. Обожаю такие браслеты. Это называется здесь Caves. То есть он по высоте 5,5 см. Есть у меня еще более широкие, есть немножечко поуже. Есть с магнитными застежками, есть вот с такими, чтобы тоже регулировать. Но я сейчас, думаю, спокойно сюда влезу, потому что мне можно... Сейчас просто залезу сюда, да и все. Вот он у меня большеватый. Но я потом смогу регулировать. Неудобство для меня в этой застежке, когда именно речь идет о браслете, в том, что одному очень тяжело ее застегивать, поэтому на таких браслетах я стараюсь делать магнитные застежки. Руку приденешь к делам, сможешь лететь сюда. Сейчас я пытаюсь найти свет. На самом деле он просто шикарно переливает, здесь очень много кристаллов. Ну и помимо этого обладает магическим воздействием, потому что здесь сколы горного хрусталя. Так, вот такой вот наборчик есть. Ты, по-моему, достаточно много их продавал в других странах, да? Да, и... Бирюзовые, которые... Да, и у меня, кстати, достаточно много в моем магазине на Etsy. Вы можете посмотреть. Значок на мой магазин на Etsy есть непосредственно на заставке к моему видео в уголочке. Можно увидеть. Ну и предпоследний набор состоит из браслета вот такого чудесного, яркого. Он содержит в себе коралл, настоящий коралл, красный. Ну, естественно, я думаю, что он подкрашенный, конечно же. Но отсюда суть не меняется. Вот они, кораллы. Они вот такие представляют собой длинные трубочки. Ну, в данном варианте есть еще и другие разные. У меня есть и другие их разновидности. Позже покажу, кому интересно. Магнитная застежечка. Смотрится просто замечательно. Вот смотрите. Хоп, все, она уже сама закрылась. Размер чуть-чуть побольше. Ну, в принципе, в принципе, неплохо. Вот, пожалуйста. Чудесно. И, конечно же, оно очень хорошо... Ну, что, можно? А, под лампу, сори. Извините, оператор. Здесь вот кристаллы просто переливаются. Ну, мне нравится. Я решила оттенить именно черными тоже кристаллами. Эти кристаллы матовые. Мне кажется, смотрится замечательно. Ну, и, конечно... А кораллы же есть и красные. Да, разные. Но это окрашенные. Может, это не красные? Все окрашенные в основном. Потому что натуральные будут таких цен стоить. Они в основном светлого цвета. Белого или какие-то там бежевые. Опять здесь застежка вот такая. Таггл-класс. Опять здесь, как вы видите, идет использование проволоки. Ну, кстати, здесь я комбинировал два вида проволок. Это золотистые и лимонные. Если видно, у меня вот здесь звеньи цепи одной золотистые, другие лимонные. Вот, видите, я думаю, вы видите. Да, покажи нижнюю часть, как бы изнаночную. А нижняя часть, вот, вязаная проволока. Все аккуратно. Они, на самом деле, очень легкие, очень воздушные. Смотрятся изумительно, просто шикарно смотрятся. Оператор, не болтайте так, пожалуйста. Камеру просто болтайте. И последнее на сегодняшнем виде. Последнее. Давайте я пока все уберу и придвину вот эту вот красоту. Это уже более массивные. Это уже элементы более такие вот массивные. Я делаю разных техниках. Здесь, например, там состоит из двух звеньев. Здесь уже из трех, когда из четырех звеньев. Ну, долго объяснять. Вот здесь я уже добавляла по два кристалла, ближе к застежке. И тагл класп тоже. Вот такой вот, желтый. Видно хорошо. Видно, да, хорошо. Мне нравится здесь сердечко. Сердечко. Мне нравится. Да, значит, что здесь? Ну, я думаю, что многие из вас уже догадали, что здесь, конечно же, один из моих излюбленных материалов. Не могу сказать, что это камень, это застывшая смола. Это янтарь. Обожаю я янтарь. И хоть по гороскопу он мне и не подходит, я телец, и я читала об этом, что янтарь всё-таки подходит больше вот в июле раком. Но я обожаю. И я точно знаю, что если камень не ваш по гороскопу, пусть будем считать камень, хотя это не камень, я уже об этом сказала, да? Но в основном, когда камень не ваш по гороскопу, ну вот вас тянет к нему, вы чувствуете, что вы чувствуете себя комфортно с ним. Да, это значит ваш камень. Вот так я себя ощущаю именно с янтарем Amber. И, естественно, здесь у меня уже более дорогое удовольствие. Вот эти бусины, это же не простые стеклянные бусины, а бусины Шваровские. Они достаточно дорогие. Но я решила использовать эту цветовую палитру вот этих бусин Шваровские на полную катушку, потому что, мне кажется, они абсолютно точно отражают цветовую гамму и передают красоту янтаря. Мне кажется, что просто шикарное сочетание. Помимо этого, я добавила кристаллового такого какого-то лимонно-бледно-желтого такого цвета. Не пойму даже он бледно-желтый или нет. И так что-то есть и оранжевый. Но это, конечно, уже более дорогое удовольствие, я вам скажу. И к нему я решила сделать не браслет, потому что это украшение, оно уже на шею более вот такое вот массивное. Видите? Поэтому я решила не утяжелять, а я решила сделать именно серьги. Вот такие вот серьги. Сейчас я их найду. Где у меня тут вообще начало, где конец? Не найду застежку. А вот-вот-вот-вот-вот-вот гвоздик. Все, нашла. Вот, пожалуйста, серьги. Гвоздики, как их тут называют, да? Гвоздики. Они не длинные, но и особо не короткие. Я думаю, сколько сантиметров? Три, наверное, если не больше. Здесь также, пожалуйста, жемчужины Шваровские и янтарь. Вот, вот так хорошо. А то показываете, не знаю, что. Вот, может быть, на черном фоне. Вот, нет, не так, не так, оператор. Я сейчас приближу. Приближу. Вот так вот на черном фоне. Вот, будет их прекрасно видно. Вот, смотрите сами. Ну, и кристаллы также. Ну, это, в принципе, бижутерия, которую я плету. Точнее сказать, вяжу на ювелирной проволоке. Эта бижутерия должна обязательно храниться в закрытых контейнерах, в коробочках, потому что, конечно же, эта проволока более долговечная. Она достаточно плохо окисляется на воздухе, что хорошо, но все же окисляется. Если вы оставите на открытом воздухе, вполне возможно, что она и окислится, и потемнеет. При носке иногда темнеет, а иногда и нет. Все-таки, мне кажется, это зависит и от производителя. Я стараюсь покупать проволоку у одного производителя, очень здесь распространенного в США. Ну что ж, если кому-то интересно, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу моей бижутерии, и нужны ли вам еще видео о части 3, 4 и так далее, обзор моей бижутерии. И также пишите, если вам нужен мастер-класс по какому-то из изделий. Сразу скажу, что если вы новички, то мы начнем с самого простого. Опять мастер-класс делаю только тогда, когда наберется достаточное количество желающих. Ну а на сегодня все, всем пока-пока, до новых встреч!